Винные магазины в Крыму были только прикрытием. В Ярославле началось рассмотрение дела о крупном мошенничестве. Ущерб потерпевших оценивается в 54 миллиона рублей. Ковидные ограничения могут вернуться. Ярославский губернатор призвал жителей региона активнее вакцинироваться. Эпидемиологическая обстановка напряженная. Проверка школ после трагедии в Перми, изменения, внесенные в бюджет города, объезд ремонтируемых и строящихся объектов. Мэр Ярославля подвел итоги недели. Известная классика на разных языках. В Ярославле закрылся 21-й международный Волковский фестиваль. Финальная точка – постановка Казанского театра. Клубная культура из прошлого в настоящее. В выставочном зале имени Нужина открылась экспозиция для тех, кто помнит это. Эй, диджей, поставь мой компакт-диск. Здравствуйте! В эфире «Время новостей» городского телеканала в студии Наталья Пиунова. В Кировском районном суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела, связанного с мошенничеством на крупную сумму. Речь о 54 миллионах рублей. На скамье подсудимых Екатерина Кузнецова, ей 35. Женщине удалось обмануть восьмерых ярославцев. Злоумышленцы они доверяли и давали в долг на развитие бизнеса, однако просчитались. Первое время женщина долги возвращала, причем даже с процентами. Но когда доверие стало крепче, а суммы крупнее, расплачиваться по счетам перестала. Доверчивые граждане отдали Кузнецовой от 180 тысяч до 22 миллионов рублей. Кто сколько? Согласно Уголовно-процессуальному кодексу России, наказание за такое преступление – до 10 лет лишения свободы со штрафа. Ранее мошенница не привлекалась к уголовной ответственности и не была судима. Вошла в доверие к своим, в том числе и знакомых, под различными предлогами, в том числе под предлогами открытия винных магазинов в Крыму. Предлагала им вкладывать денежные средства в развитие своего предприятия. Ну а в итоге те лишились денежных средств, за что та и находится в настоящее время на скамье подсудимых. Будем рассматривать дело по существу. Полицейские раскрыли похищение из ювелирного магазина. В Ярославле незнакомец украл два браслета общей стоимостью 80 тысяч рублей. Похититель попросил продавца ювелирной лавки примерить украшения. А когда они оказались на руке, мужчина ушел из магазина. Позже полицейским удалось найти подозреваемого. Им оказался 40-летний безработный. Свою вину признал и сказал, что похищенное продал. Теперь мужчине грозит до 4 лет колонии. В полицию поступило заявление о том, что неизвестный открыто похитил в ювелирном магазине два браслета. Общая сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей. У МВД России по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью. Первая статья 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. В Ярославле задержан предполагаемый педофил. Его скрутил мужчина, которому пожаловалась девочка, на вид второклассница, рассказавшая, что к ней пристает неизвестный дядя. Того позже обнаружили на территории 73-го детского сада. На место также прибыл наряд полиции. Как пишут в социальных сетях, задержанного передали сотрудникам специализированной медпомощи. Плюс 6 смертей за сутки от ковид в Ярославской области. Данные городскому телеканалу сегодня сообщили в федеральном оперативном штабе. Таким образом, общее количество летальных исходов с начала пандемии 1166. Заболевших за сутки плюс 192. С начала пандемии подтверждено 60332 диагноза. Выздоровевших за сутки плюс 197 и 52 687 человек с начала пандемии. Соответственно, таковы официальные данные по коронии на пятницу в Ярославской области. Между тем, Дмитрий Миронов призвал активно вакцинироваться. В своих аккаунтах ярославский губернатор сообщил об ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе. Цифры неутешительны. Для лечения пациентов с коронавирусом развернуто более 2000 коек. С ковид и похожими симптомами госпитализированы более 1800 человек, 202 из которых в крайне тяжелом состоянии. Осложняет ситуацию и сезонный подъем ОРВИ. Эпид-порог превышен среди школьников. Все это, по мнению Миронова, может привести к введению новых ограничений. Единственная возможность избежать этого и исправить ситуацию, как считает губернатор, вакцинация. По статистике, в тех муниципальных районах, где число привитых выше, меньше количества госпитализаций. Вакцины сейчас в регионе более чем достаточно. В запасе почти 150 тысяч доз. Действует 57 пунктов вакцинации. Но, к сожалению, они работают с низкой загрузкой. Ежедневно прививается около тысячи человек, а нужно, чтобы было в пять раз больше. Дорогие друзья, пожалуйста, поверьте, вакцина эффективна. Я сам защитился с помощью прививки и вас очень прошу – прививайтесь. Только это убережет нас всех от печальных перспектив. Более сотни изменений в правилах землепользования и застройки Ярославля. Проект муниципалитета представили на публичных слушаниях, но с соблюдением всех мер, предписанных региональным управлением Роспотребнадзора. В том числе не собираться более полусотни человек, поэтому в зал по записи. Одно из изменений генплана касается строительства высотных домов в частном секторе Фрунзенского района. В границах улиц Гоголя и Ньютона планируют возвести многоэтажки, а также социальные объекты. Жители частных домов с этим не согласны, о чем заявили на собрании. Похожая проблема в Тверицах. Люди частного сектора испытывают большие трудности в связи с точечной застройкой, которая сейчас происходит на этой территории. Дело в том, что застройщики, они выкупают буквально один-два участка по соседству с другими частными домами и строят высотный дом. В Тверице большой огромный массив частного сектора, где, правда, нет ничего абсолютно. Ни дорог, ни школ, ни садиков. Единственная школа, которая уже, похоже, переполнена. Единственный садик, которого вообще не хватает. И нам еще давайте будем дальше строить, строить и строить жилье с большой плотностью застройки. То есть мы против. Слово для выступления предоставили каждому присутствующему. В мэрии Ярославля пообещали учесть пожелания жителей и рассмотреть на комиссии по правилам землепользования и застройки. Мы очень хотим придумать и найти именно то красивое решение, которое бы смогло максимально сохранить интересы и тех людей, которые уже живут на квартирных домах и ожидают школу и садик в своих окон. И тех людей, которые все-таки хотят остаться жить в индивидуальной жилой застройке. Несколько таких решений у нас есть. Мы с комиссией будем их отрабатывать. Как обычно, по пятницам подводим итоги уходящей недели в Ярославле. Проверка школ в областной столице после трагедии в Перми. Изменения, внесенные в главный финансовый документ города, а также объезд ремонтируемых и строящихся объектов. Вот основные темы, которые сегодня мы обсудили с Владимиром Волковым. Владимир Михайлович, приветствую вас. Наталья, добрый вечер. Итак, губернатор Дмитрий Миронов поручил повторно проверить учебные учреждения области на предмет безопасности. Конечно, это связано с событиями в Перми. И вот задача проверить до 1 октября. Как идет проверка? Наталья, действительно, после этой трагедии в Перми поступило поручение. Мы проводим уже проверку всех без исключения школьных объектов. Все наши объекты оборудованы тревожной кнопкой, пожарной сигнализацией. Все без исключения. Но губернатор поставил задачу дополнительно усилить систему электронного контроля. И мы уже начали процедуру после той трагедии, которая была в Казани. И, соответственно, провели все конкурсные процедуры. Сейчас наши объекты, все школы будут оборудоваться дополнительно магнитными ключами, дополнительно системами распознавания лиц. То есть еще более усиляем те электронные системы, которые помогут выявить, предупредить на ранней стадии, либо вовремя сообщить во все службы сигнал, который необходимо будет довести очень оперативно. Поэтому мы в этом направлении в безопасности движемся вперед. Оно у нас находится в приоритетном нашем внимании. И в дальнейшем все так же и будет. К другим темам нашей встречи. В среду на очередном заседании муниципалитета, для которого, кстати, началась осенняя сессия, утвердили изменения в городской бюджет до конца текущего года. Вот насколько он увеличился и на какие нужды вы планируете потратить доходы? Я могу сказать сразу перейти на хорошую новость. Для нас она действительно значимая. И она историческая с точки зрения дополнительных доходов. Впервые наш бюджет города Ярославля по собственным доходам, который держался на планке 7,5 миллиардов, и мы не могли эту планку перешагнуть уже на протяжении ряда лет. В этом году мы только что на муниципалитете утвердили бюджет свыше 8 миллиардов рублей. То есть мы дополнительно в этом году получили средства и федерального, и областного бюджета очень серьезные, и дополнительно научились зарабатывать. Это очень важно, потому что дополнительные средства всегда будут направляться на развитие города, на инфраструктуру, на развитие наших дорог, социальной сферы, ремонта в том числе. Поэтому доходы будут расти, и к концу года, я думаю, мы еще дополнительно несем свои коррективы, и бюджет следующего года будем, конечно же, стараться поднять на новую планку. Помимо того, благодаря такому серьезному увеличению бюджета, мы в этом году дополнительно благоустраиваем наши территории. Вошли те территории, которые изначально не были в плане города. Мы в этом году изначально ставили цифру ремонта дорог 25 километров. На сегодняшний день мы уже выходим на цифру 30 километров дорог по итогу года отремонтируем. И, конечно же, мы сейчас уже проводим процедуры по закупке новой коммунальной техники как раз-таки в зимний период. Но технику покупаем не только зимнюю, а технику, которую можно будет эксплуатировать круглый год. Мы усиляем наши предприятия, мы их насыщаем. И сейчас те предприятия муниципальные, которые находятся под нашим управлением, абсолютно все чувствуют себя уверенно. У нас стабилизировалась ситуация, конечно же, мы их будем только развивать. Но акцент перед зимой, которая в ближайшее время, начнется зимний период, конечно же, это техника, это люди. В четверг вы проинспектировали несколько объектов Ярославля, которые сейчас строятся. Это и юбилейный парк, и улица Комсомольская, и дорога у церкви Ана-Предтечи, и, наконец, проспект машиностроителей. Вот где, на ваш взгляд, больше всего проблем, где подрядчик укладывается в сроки, где вы сделали свои замечания, а где, возможно, самый ответственный подрядчик? Да, действительно, на объезде по территории был первый наш пункт, это юбилейный парк. Юбилейный парк благоустраивается, вторая часть. В прошлом году была первая входная группа сделана. В этом году, до 1 ноября, будет благоустроена как раз та задняя часть. Будут оборудованы дополнительные спортплощадки, заменены все пешеходные тропинки, дорожки. Дополнительно будет обустроена беговая дорожка по периметру всего парка. Будет очень красивое место. Оно и является таковым, но, конечно же, требовало ремонта. Ремонтные работы проходят в этом, на этой территории в сроки. Еще раз повторяюсь, до 1 ноября у нас контракт подписан. Улица Комсомольская – это дополнительная дорога, которая в этом году была внесена в план ремонта. Изначально, в начале года ее не было, но мы понимали, и запрос от жителей был очень серьезный на ремонт. Такой центральной улицы. Улица будет отремонтирована уже на следующей неделе. Подрядчик действительно отстал немного от сроков, но это не дороги БКД. Это не тот объект, по которому нужно было торопиться и сделать его в срок. Но качество могло бы страдать. Очень много коммуникаций, так как центральная часть города проходили дополнительные работы по замене, вновь выявленных, и, конечно же, это сказывается на сроках. Но дорога получается, и пешеходные тротуары очень красивые, и примыкание к ротонде, потому что это все увязано в едином пространстве. Конечно же, в ближайшее время те предприниматели, которые принимают участие в благоустройстве ротонды, закончат свою территорию. Она уже на одну треть уложена плиткой, и это место будет очень красивое, красивое, очень комфортное для всех наших жителей и для гостей. Также был выезд на улицу машиностроителей. Машиностроительная улица полностью готова, но есть замечания по некоторым пешеходным тротуарам, по некоторым местам примыкания к дворовым территориям, там, где стоят лужи. То есть уровень не был выдержан. Проблем в этом нет никаких. На данный момент подрядная организация ждет только погоды. И за один день порядка семи таких мест на этой дороге есть. Дорога очень большая, серьезная. Объект сделан достаточно качественно. Но мы его не можем принять, пока есть даже маленькие замечания. Вот эти минимальные замечания будут устранены, как только позволит погода. За один день все это будет переложено, и новый асфальт будет лежать. Еще дорога у церкви Яна Притечи. Дорога, это не дорога у церкви Яна Притечи. Это целый такой скверик, небольшой парк, который в этом году силами также предпринимательского сообщества, нашими городскими службами благоустраивался. Вначале мы провели большую опиловку, вывезли огромное количество старых деревьев, травы. Территория была очень заброшена. Это как раз-таки береговая линия и примыкание к самой церкви. В этом году идет замена асфальтового покрытия, плитки. На смотровой площадке обустраиваются дополнительные парковочные места, обустраивается тротуар, и будут установлены фонари освещения. Очень масштабно. Очень красивое место. Это уникальный храм, единственный храм, у которого 15 куполов, такого второго в мире нет. Единственный храм, в котором сохранился старый и новый завет, который нанесен на фресках. Единственный храм в мире, в котором есть православный календарь, в котором каждый человек может найти свой день рождения. И, конечно же, эту красоту нужно раскрывать. Но мы работаем с внешней стороны, к памятнику мы не притрагиваемся. В тот же четверг в вашем рабочем графике значился Дзержинский район, где возводится семиэтажный дом. Он возводится с целью расселения людей из ветхого и аварийного жилья. Вот в какой стадии сейчас работа? Работа находится в активной стадии. Дом будет построен к августу 2022 года. Это уже второй дом для переселения жителей из ветхого и аварийного фонда. Первый дом мы построили на улице Посохова, расселили более 100 жителей. Этот дом, как я уже сказал, будет введен в августе следующего года. Мы планируем расселить 224 уже ярославца из ветхого, также и аварийного фонда. Дом очень получится комфортный, красивый, двухподъездный, будет благоустроенной территорией. Конечно, люди очень ждут таких перемен. Каждый год мы будем увеличивать количество расселения ветхого и аварийного фонда. Владимир Михайлович, благодарю за встречу. Спасибо, Наталья. А я напоминаю зрителям, что итоги уходящей недели в студии городского телеканала подвел мэр Ярославля Владимир Волков. А губернатор Дмитрий Миронов и начальник глав госэкспертизы России Игорь Манылов сегодня в Москве подписали соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает совместную работу по цифровизации строительного комплекса и реализации нацпроектов. Новый ресурс позволит повысить качество и скорость работы экспертных организаций, а его запуск станет важным этапом при переходе к использованию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Достаточно сказать, что проверки достоверности и сметной стоимости, предоставляемых на экспертизу проектов, приносит экономию бюджетных средств. Так, за 2020 год она составила 1,357,000,000 рублей, а за 6 месяцев текущего года – почти 2,000,000,000. Это именно перевод всех на одну платформу. Все остаются, как говорится, в своих руках. Региональный экспертиз подчиняется региону, но работать будем на единой платформе. Вот этот процесс, он сейчас идет. В июле было заключено у нас соглашение об участии региона в программе пилотных испытаний по использованию облачной инфраструктуры, единой цифровой платформы экспертизы. Ее пробное тестирование работы в настоящее время у нас уже завершается. В Ярославле проводится Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. Она призвана привлечь внимание к проблеме аварии с участием несовершеннолетних. Автоинспекторы вместе с детьми начали акцию «Пешеход, стань заметней в темноте». В Гаврилов-Яме местные активисты через детей действуют на взрослых. Воспитанники детского сада «Родничок» вышли с напутствиями к водителям и проследили за наличием детских автокресел. В Ярославле за безопасностью детей вместе с автоинспекторами следят и активные родители. Смотрят за правильной перевозкой в автомобиле и надлежащим движением вблизи автомобильных дорог. Подробнее расскажем в предстоящую субботу, 25 сентября в 14.40 в программе «Дорожный патруль 76» только на городском телеканале. Возвращаемся в прямой эфир. Чехов Достоевский, Гоголь Островский на финском, венгерском, узбекском и других языках. В Ярославле завершился 21-й международный Волковский фестиваль. В этом году он прошел под девизом «Русская драматургия на языках мира». Закрывал программу спектакль Казанского государственного академического театра «Пять вечеров по пьесе драматурга Александра Володина». На финале грандиозного культурного события присутствовал мой коллега Александр Захаров. Перед началом спектакля всем зрителям наушники для синхронного перевода. Сегодня известную пьесу Александра Володина «Пять вечеров» предстоит услышать на татарском. Знакомые образы, не всем знакомый язык. Тем не менее, актеры стараются донести до зрителя драматургию, заложенную в пьесе. Татарам присуща экспрессивность. Мы такие немножко не грузины, конечно, не настолько горячие, но у нас все равно темперамент несколько другой. И вот когда вот эти нежные, как крылья бабочек, эти сцены, где много подсмыслов, много вторых-третьих смыслов, когда все нежно-нежно структурировано, то это, конечно, для нас это какая-то, ну, школа всегда идет. Мы, конечно, не очень избалованы русской, зарубежной классикой в силу специфики нашего театра. Все-таки у нас в основном больше национальных вещей, но мы... Я лично счастливый человек. Мне довелось играть и Чехова, и Шекспира, и Лопа де Вега. Постановку «Пять вечеров» режиссер Айдар Забаров задумал еще во время учебы в ГИТИСе. Со временем решил внести в проект дополнение. Важно даже не пьесу, погружение в пьесу, а в автора, в его как-то мир хотелось погрузиться, через пьесу. Еще в пьесу мы вкрапливали монологи из рассказов Володина. За семь вечеров на 21-м международном Волковском фестивале свою интерпретацию русской классики представили театры из семи стран. Армении, Венгрии, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Финляндии и, конечно, первый русский. Мы в полном объеме смогли представить то, что мы хотели представить. И жители Ярославля, зрители Волковского театра смогли увидеть действительно яркие, интересные, уникальные такие произведения по русской классике глазами наших друзей, наших соседей. Завершился фестиваль вручением дипломов его участникам. Свой творческий подарок преподнесли студенты Ярославского театрального института. Мужчина добьется! Кто там? 21-й международный Волковский фестиваль закрыт! Александр Захаров, Михаил Орлов, Новости города. Театр начинается с вешалки. Желание в него пойти с афишей касается это не только сценического искусства. Ярославская клубная культура в плакатах на новой выставке в зале имени Нужина. Работы художника и дизайнера Павла Зарослова знакомят с историей развлечений в городе за последние два десятка лет. Вечер пятницы окунулась в атмосферу вечеринок на выставке Екатерина Сысоева. Афиши концертов, открытых микрофонов и других творческих проектов. Вот она, иллюстрация ярославских развлечений от 90-х до 10-х. Работы созданы художником и дизайнером Павлом Зарословым. Около 20 лет он занимается оформлением рекламных плакатов для клубов. Причем зачастую не только создает афиши, но и полностью организует концерты. Признается, за долгие годы заработал доверие, так что четкого ТЗ у заказчиков обычно нет. Можно пофантазировать и похулиганить, чтобы яркий подходящий плакат создать действительно для любой встречи. Я прежде всего изучаю предмет афиширования, слушаю какую-то музыку, музыкантов этих, или что-то читаю про них. Потом пытаюсь немножечко переосмыслить, чтобы не буквально подавать просто портреты, подпись, а именно как-то обыграть творчески, настроенчески. Потому что для меня самое главное вообще в любом мероприятии, в клубном в частности, это определенный посыл эмоциональный, творческий. Я пытаюсь в афише это задать. Анонсируют плакаты собрания самого разного жанра и уровня, от крупных и массовых до субкультурных и андеграудных. Вторые художнику, конечно, ближе, поэтому увлечения молодости и переросли в профессию. А выставка позволила показать ранние эксперименты. Это эскизы костюмов, которые были мной созданы в период 97-98 года, тех самых интересных шальных лет, когда у нас зарождалась клубная культура. Творческие разработки, тождественные тому времени, то есть сфере, где я тогда вот как-то обитал. Время меняется, культура вместе с ним, а на выставке это можно отследить. Одни плакаты из далеких нулевых, другие еще недавно были актуальны, ведь концерты проходили в последние месяцы. Казалось бы, афиша – это жанр такой приходящий, да, вот она сегодня есть, завтра ее заклеили, там выбросили. Но вот когда мы собрали эту выставку, оглядели ее, поняли, что это вот настоящая живая летопись города, его истории, того, как люди проводили время. По словам организаторов, время выбрано очень удачно. В пасмурную холодную осень захотелось создать праздник, напомнить о развлечениях и отдыхе. Удивительно увидеть среди плакатов и афиш клубных концертов резные детские игрушки. Это еще одно творческое направление художника. В фигурках легко узнать героев русских сказок, представителей разных профессий, ну и, конечно, музыкантов. К слову, музыка в числе многочисленных увлечений Зарослова тоже есть. Свою выставку открыл собственным диджей-сетом. А пробудет экспозиция в зале «Нужина» месяц. Екатерина Сысоева, Василий Мосин, Новости города. Время ярославской истории и ее автора Сергея Муравьева. Эффективное лечение ногтевого грибка, выросшего ногтя. Удаление без операций мозолей и подошвенных бородавок. Формула красоты. Улица Салтыкова, Щедрина, 44, дробь 18. Ярославль всю свою историю с момента основания был тесно связан торговыми путями со многими русскими городами, не только по Волге. Пути шли на Север, на Москву, Санкт-Петербург и другие торговые и промышленные центры страны за ее пределы. До появления железнодорожного транспорта в 19-м столетии, чтобы переправиться через Волгу и Котрасль, ярославцы пользовались наплавными, лодочными и паромными переправами. А в зимнее время оборудованными ледовыми дорогами, зимниками. Но с развитием промышленного производства и многократным увеличением грузоперевозок, а позднее с появлением железнодорожного транспорта, стал вопрос об изведении серьезных инженерных сооружений. Первый железнодорожный мост через Котрасль был построен еще в 1870 году. В это же время Ярославль соединился с Московской железной дорогой, а благодаря инициативе губернатора Ивана Унковского был реализован проект продолжения железнодорожных путей до Вологды и Архангельска. Теперь к погоде в Красноярск пришли первые заморозки. Жители и гостей российской столицы призвали не ждать бабьего лета, а калининградцам предрекли самый холодный сентябрь с начала века. Ну а что с погодой в Ярославле в субботу, об этом сейчас. Здравствуйте, в студии Наталья Петрунина. Первая половина субботы в Ярославле будет ясной. Вечером возможен мелкий дождь. Подробнее далее. Некогда нам гревать. Время крышу покрывать. Построив свой шикарный дом, пора подумать про забор. Металлочерепица, профнастил, водосточная система, профильные трубы. Металлопроф. 338-339. В субботу ночью в Ярославле облачно. Небольшой дождь. Температура 6 градусов. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В субботу днем Ярославле облачно. Без осадков. Температура 13 градусов. Ветер южный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. На этом о погоде все. До встречи завтра в эфире городского телеканала. Через мгновение на городском телеканале художественный фильм о гидбригаде «Бей врага». У меня на сегодня все. В студии работала Наталья Пеунова. Ну а с понедельника в кадре мой коллега Илья Барабанов. Хороших выходных. Продолжение следует.